МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всевозможные мероприятия в классическом университете проходят ежедневно, а масштабные как минимум раз в неделю. Сегодня в нашей рубрике дайджест самых ярких событий в Институте педагогики и психологии МАРГУ за первую половину апреля. Один из самых популярных у абитуриентов факультетов МАРГУ, факультет иностранных языков, провел в апреле 10-ю международную научную конференцию, посвященную формированию языковой картины мира и проблемам межнациональной и межкультурной коммуникации. Тема особенно актуальная для нашего многонационального региона. Мы живем в многонациональной республике, поэтому сам этот факт предполагает толерантное отношение к языкам и культурам всех народов. И нам, преподавателям иностранных языков, как никому другому, интересно наблюдать не только то, как разные народы воспринимают мир, но и как это находит свое отражение в разных иностранных языках. Сегодня участниками нашей конференции являются представители не только нашей республики, имею в виду коллег из образовательных учреждений разного уровня, это участники из восьми городов России, Орел, Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Пензо, Ульяновск и даже город Ханты-Мансийск. И, конечно же, мы благодарим наших зарубежных коллег из Германии, Франции, Азербайджана и Америки, и Армении, которые проявили интерес к нашей конференции. Действительно, молодое поколение, которое должно жить в будущем и строить будущее, должно учитывать особенности нации, особенности этносов, для того, чтобы строить свое взаимоотношение на работе или в государственной деятельности. Конечно говоря, в Министерстве культуры, печати, поделом национальностей наш отдел занимается, конечно, этими вопросами, потому что есть принята стратегия государственной национальной политики до 2025 года. И там все расписано, что система образования, высшее образование, молодое поколение должно уметь общаться, строить коммуникации между людьми. И таким образом надеюсь, что будущее у нас будет без каких-то конфликтных ситуаций в мире. Наверное, это очень благородная цель данной конференции. Традиционно подобные конференции в классическом университете привлекают внимание коллег из других регионов страны, которые приезжают в Вешкар-Алу поделиться своим научным опытом и результатами практической работы. Я веду в начальной школе необычный курс под названием «Лингвистика». Мы с детьми рассматриваем самые разные языки мира, сравниваем их, объясняем, какой язык откуда произошел, что общего между всеми языками, в чем между ними разница. Конечно же, расширяет картину мира ребенка. Ребенок начинает понимать, что языки разные, но все устроены. Очень логично, каждый язык можно выучить. Ребенок знакомится с самыми разными странами, понимает, как изучать иностранные языки, чтобы это было просто и доставляло удовольствие. Ну а определиться с трудоустройством студенты Института педагогики и психологии могли на ярмарке вакансий для будущих педагогов, которая также прошла в Маргу в апреле этого года. Для старшекурсников это уникальная возможность поиска работы и прямого общения с потенциальным работодателем. О том, какова ситуация на рынке труда, в каких кадрах особенно остро нуждается республика и что делается для того, чтобы привлечь выпускников работать по выбранной специальности, рассказали в своих выступлениях почетные гости ярмарки вакансий. В нашей республике сейчас 260 вакантных мест на педагогов разной направленности. И в первую очередь, конечно, у нас недостаточно воспитателей в детских садах в связи с увеличением количества детей. Не хватает таких учителей, как учителей иностранного языка, информатики. Недостаточно учителей начальных классов. И поэтому проблема очень актуальна для республики. И сейчас мы совместно с Мариинским государственным университетом пытаемся эту проблему решить для того, чтобы в школах было достаточно учителей. Конечно, для этого, наверное, в первую очередь важно поднять имидж учительской профессии. Ведь раньше она всегда была очень высокой, и поэтому были большие конкурсы на педагогические специальности. Сейчас, конечно, имидж несколько упал, наверное, потому что сменились в целом ценности в обществе. И ценность такой духовной профессии, как учитель, она несколько упала. И поэтому нас очень это беспокоит, потому что от этого зависит и качество учащихся, которые мы выпускаем, и качество развития республики, и качество развития России. Как правило, на момент проведения ярмарки большинство выпускников уже определились с будущим местом работы. Но такие немаловажные социальные факторы, как заработная плата, условия работы, место проживания, различные льготы могут повлиять на решение студента. Но главное условие для хорошего педагога – быть учителем в душе. Эта профессия востребована и актуальна только для тех людей, у которых она в душе. Если это лежит у тебя, сердце лежит к детям, к работе с детьми, то, естественно, она будет востребована, и тебя будет тянуть к этой работе. Уже сегодня молодых специалистов ждут общеобразовательные организации, где в них нуждаются, и где они на деле продемонстрируют, чему научились в ВУЗе. Выпускникам выпала возможность лично побеседовать с работодателями и предоставить свое резюме. В каждой школе сейчас, в общем-то, требуется учителя. Недостаток учителей не только в том, что, допустим, маленькая зарплата, а в основном, ну как, как и любой другой человек, учитель имеет свойство взрослеть, стареть, имеет право на заслуженный отдых. Ну вот в связи с такой вот ситуацией, конечно же, в первую очередь, в нашей 13 школе, конечно, нужны учителя. Специалисты такие учителя физики, учителя информатики, учителя русского языка, литературы, ну и учителя физкультуры. Конечно же, я призываю всех бывших студентов, заканчивающих университет, идти в школу, но именно тем, кто, конечно, с душой туда пойдет, именно по призванию, по желанию. Подводя итог, с уверенностью можно утверждать, выпускники, желающие найти свое призвание в педагогической сфере, смогут без проблем найти работу как в столице республики, так и в каждом из ее районов. Кстати, те, кто идет учить детей в сельскую школу, могут рассчитывать на ряд специальных доплат и приобретение жилья на льготных условиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова